Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Иосиф Аганесян поменял стиль. Он размышляет о том, начинать ли ему новые отношения или дать еще один шанс бывшей девушке Саше Черно. Недавно стало известно, что в погоне за Славой и за эфирами Саша оклеветала свою мать. Землячка Черно рассказала о том, что у нее мать на самом деле не сидит в тюрьме, а работает в такси. Причем Саша не из Сергиев-посада, а из деревни Мишутина. Майя Донцова похвасталась необычным букетом, который подарил ей Алексей Купин. Рома Гриценко в прямом эфире Инстаграм рассказал о том, что попал в больницу. У него кишечная инфекция. Он благодарен Лизе Триандефелиде, которая ухаживает за ним и поддерживает. А по ночам Лиза вместе с Иосифом и другими друзьями развлекается в караоке. Новенький Саймон Марданшин проявляет симпатию к Мэри Кулешовой. Возможно, Мэри скоро вернется на поляну. За ее отправку с острова очень активно голосуют зрители в Тенте Клаб. Вера Курочка не расстраивается, что они с Петром Шепелем ушли с проекта. Она говорит, что рано или поздно это случилось бы, тем более, что они не проектные люди. Дом 2 пошел им на пользу, но пора начинать новую жизнь. Алексей Чайчи сопровергает слухи о романе с Ольгой Бузовой. Он просто ей поклоняется, ни на что не рассчитывая и не претендуя. Родители Алексея сообщили ему радостную новость. Они получили его ключи от новой квартиры в Минске. Он копил на собственное жилье 3 года, работая в Китае. Дмитрий Талыбов переключился с Татьяной Масульбес на новенькую Карину, бывшую девушку Алексея Купина. Его заводят, видимо, то, что девушка его к себе не подпускает. Ольга Рапунцель намекает своим подписчикам о том, что она осталась в Москве совсем одна. Она не может вернуться в родной город, потому что врач запретил ей летать самолетами. Поэтому ей на помощь уже летит мама. Раньше Ольга уже рассказывала об агрессии мужа, как ей жалко ребенка, который все слышит, о том, что она ревет ночами и собирается уходить от него. Как оказалось, Вика Романец и Антон Гусев все-таки простили друг друга и не отменили свадьбу. Правда, на росписи они были только вдвоем, в белых футболках и джинсах. На Мальдивы они поехали отдыхать уже в статусе мужа и жены. Олеся Клачко рассказала о том, какие она делала пластические операции. У нее была всего лишь одна операция – это мамопластика. Новая грудь обошлась девушке в 200 тысяч. Катя Колесниченко собирается делать повторную ринопластику. Первая операция была неудачной, ее нос просел, и лицо не блещет красотой. Возможно, придется делать забор хрящей, сушей или с ребра, потому что предыдущий хирург оставил очень мало материала. Дарья Пынцирь получила работу на канале Домашний. Она будет ведущей в проекте «Дневник с счастливой мамой». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!